Ну что, всем привет! Ночное видео для вас от меня. Видео обещало вам про то, как рисовать китов, именно схемы, какие-то вот штуки, чтобы киты точно были похожи. Сейчас я здесь быстренько поразбираю эти основы. Первое, что нужно понять, что кит это всегда какая-то тушка тела. Дальше к нему присоединяется как бы вот такой овальчик, это морда. Дальше мы придумываем, как его загнуть, то есть можно даже не видеть кита, чтобы его нарисовать. Дальше это всегда вот какая-то вот такая часть. Хвост, да, здесь, если в общем виде, всегда хвост рисуется вот так, это с внутренней стороны, да, я его вижу. А дальше уже прорисовываются детали какие-то. Единственное, что вот эту тушку можно потолще рисовать. Дальше это все объединяется и, в принципе, не надо настолько толще. Вот так вот. Дальше что идет из особенностей у кита. У него есть спинка и есть брюшко. Примерно, вот здесь у него идет примерно ровно ротик. И какая-то вот такая часть у него отделяется на животик. То есть вот это животик, а это спинка. Примерно вот здесь у него где-то глаз, то есть не надо близко туда рисовать. И там, где глаз, нужно обязательно вот такой сделать перепад. Вот здесь глаз. Дальше у нас у него идут плавники. Можно их вначале рисовать круглую, а потом уточнять форму. Они обычно вот здесь такие складочки создаются. Здесь более худенькое место. Здесь такая вот прямая линия. Но вообще, в принципе, она какая-то трапециевидная. Вот раз, два, три, четыре. И с этой стороны у китов обычно... Ну, это синий кит, да, мы рисуем. Вот такие вот бугорочки. Здесь тоже прямая. Здесь такие бугорчики. Потом из особенностей у синего кита, у него вот здесь есть горбинка. Вот. Верхняя челюсть меньше, чем нижняя челюсть. Видите, я нижнюю сделала больше. Дальше здесь у него обычно какие-то бородавки. И здесь тоже. Вот. И животик у него исполосован вот такими вот полосочками. А форма хвоста не такая. Это мы как бы примерно рисовали. Ну, вот такая что-то типа. Более такие лепесточки. Вот. И, в принципе, уже получился кит. Так как кит — это цилиндр. Условно можно его представить как цилиндр. Если свет светит сверху, то нижняя сторона у цилиндра обычно темная, если свет светит сверху. Верхняя светлая. Соответственно, раз вот это у нас цилиндр. Да? Вот он. Цилиндр. Если я животик сотру. Как бы если он не заштрихованный. Соответственно, вот всю нижнюю сторону, в любом случае, если это свет светит вот отсюда на китах, мы знаем, что это цилиндр. Можно смело заштриховывать. То есть это можно сделать. Задняя лапа там в тени. Передняя лапа на свету. То есть вот всё. Кит готов. Этот хвост у меня как будто он немножко вывернул его. Кажется, тоже в тени. Соответственно, дальше, если вы хотите нарисовать любого кита, даже из головы, вы придумываете, как он будет. Не знаю. Сверху, снизу можно. Например, вот вы сверху его хотите нарисовать. Тот же самый принцип. Тело. Здесь как бы такая голова присоединяется. Я сейчас вообще из головы рисую. Хвост. Да? Здесь вид сверху как будто на вертолете. Да? Летим. Так. Потом здесь одна. Один плавник. Второй плавник. Здесь у него сверху ещё есть этот верхний плавничок. Всё. Дальше объединяем форму. Уточняем, что она вот здесь вот так. Да? Здесь мы помним поуже. Здесь в форме трапеция. В форме трапеции. С этой стороны бугористое и с бородавками. Животик мы не видим. Бугористое с бородавками. Всё. Линию по строению условно можно потом стереть. Вот получился у нас кит. Вид сверху. Как мы ещё можем кита снизу увидеть? То же самое. Только здесь у нас будет располосована вот эта часть. Если мы решили, что это кит. Вид снизу. Вместо плавника сверху мы бы просто нарисовали вот такую зону. И вот здесь сделали бы полосатым. Получится кит. Вид снизу. Да? 2 секунды исправить. Дальше, не знаю. Вид сбоку, например, он вот так и загнулся. То есть я сейчас просто придумываю ради того, чтобы дать понять всем, что вы можете, поняв схему какого-то животного, примерно его изучив, рисовать его в любых позах. Вот, например, вот такое. Вот так, например, он изогнулся. Здесь я соединяю. Соединяю. Здесь отделяю животик. Здесь у нас примерно на середине, да, эти у нас плавники. Уточняю форму плавников. Так, здесь примерно гладик. Гладик очень близко к плавникам все находятся. Раз тут гладик, значит, я здесь делаю ступеньку такую. Гладик делаю пониже. Все, линию по стороне не стираю. Верхняя челюсть у нас... Нет, нижняя челюсть должна быть больше, да? Верхняя меньше полосочки. И вот здесь нужно уточнить форму. Более такими лепесточками сделать. Все, вот кит готов. Вот. И домашнее задание для тех, кто это смотрит. Порисовать китов. Можно разных китов. И поизучать их именно отдельные детали, пропорции. Может поподробнее плавничок прорисовать. Или глаз, как у него строится. Или может быть другого кита взять за основу. И прям как будто бы вы занимаетесь наукой. Вот так вот поизучать очень подробно китов. Сейчас посмотрим, может быть с вами какой-нибудь... То есть взять и нарисовать чисто хвост, да, его. Хвост кита. И постараться максимально уловить то, как именно построение хвоста кита. Или чисто глаз. Вот. Это можно, например, все смотреть в Пинтересте. Может быть посмотреть, сравнить, какие бывают хвосты у китов. Какая бывает форма. Например, там я открыла как учебник биологии. Бывает вот такой вот хвост у кита. По форме. Потом бывает вот такой хвост у кита. Но у разных видов на кита. И можно прям подписать, что это за кит. Это вот, например, sperm whale. Если мне не изменяет память, это кашалот. Вот. Вот это я нарисовала. Хум. Хум. Бок. Уэйл. Здесь, честно, я не знаю, кто это. Какой конкретно кит. Вот. И ваша задача поизучать разных китов. То есть можно нарисовать, например, как домашнее задание. Очень классное. Разные виды китов сравнить. Да. Чем они отличаются. Как мы вообще понимаем, что это вот синий кит, горбатый кит, гладкий кит. По каким критериям. Да. Какая у них форма. Или, может быть, это кашалот. Да. У кашалота вот такая форма. И вот взять и прям вот это поизучать. Да. Кашалот. Да. У него здесь вот низко-низко рот, глазик и маленькие-маленькие плавнички. Вот уже кашалот. Квадратная морда, да. Маленькая нижняя челюсть и глазик. Уже выдает кашалота. Все. На этом я видео заканчиваю. Не буду очень долго здесь распыляться. И жду от вас детали кита. То есть что можно нарисовать. Глаз, хвост. Отдельно прям проработать. Может быть, разных китов. Плавники, да. Потом можно нарисовать разных китов. И изучать схемы. И порисовать из головы китов. То есть так, как я это делала вот здесь, да. То есть я ни с какой картинки не срисовывала. Я просто задавала, ну, в голове представляла, как он будет плыть. И зная примерно из каких частей он состоит. Его рисовала, да. Сверху, снизу, сбоку. Хоть как его закрутить. Это очень удобно. Например, когда рисуешь какие-то иллюстрации. Что не нужно фотку под иллюстрацию искать. Ты просто из головы это берешь и делаешь. Все. Жду ваших работ. Вот. Вот.